Доброе утро, друзья! Я надеюсь, ваши выходные прошли прекрасно. Мои тоже. Это были теплые выходные с моими родителями и с младшей дочерью. Однако, наступила новая день, новая неделя. Я попытался прикинуть план вчера, что же предстоит сделать. Предстоит сделать много интересного. Как всегда, буду вам об этом рассказывать. Хочу поделиться простой мыслью об утре. Каждое утро уникально само по себе. И когда возникает возможность, например, поговорить с ребенком по дороге в школу о простых базовых вещах, с этого и складывается, в принципе, наше воспитание. Мы не так много времени им уделяем, потому что все время заняты на работе, в делах, в каких-то постоянных заботах. Но именно стараться находиться каждый момент времени в понимании того, что они нуждаются в нас. Это важно. Поэтому сегодняшнее мое утро случилось с того, что я отвел моего сына в школу. Мы с ним прекрасно поболтали, пошутили. И это подняло мне настроение и помогает сделать, поможет сделать сегодняшний день более прекрасным. Маленькая прогулка до дома, финальная подготовка к сегодняшнему дню и уже поездку навстречу. Сегодня, как всегда, вы все узнаете в конце дня полной видео-версии на моем канале YouTube. Смотрите, ссылка здесь в описании эфира. Ну что, друзья, день продолжается. Мне бы хотелось сказать вот такой интересный момент поднять. Это слово ответственность. Видите, но мы каждый раз опираясь на него, используем его в своей жизни. Фактически затрудняемся давать полностью сознавать его реально глубинный смысл. ответственность в каждом поступке, в каждом действии, ответственность по отношению к себе, к своим близким, партнерам. Задумайтесь на минутку. Возможно, это поможет вам принять правильное решение сегодня или завтра. По крайней мере, сегодня, приняв окончательное решение, что делать, в какое направление двигаться, я опирался именно на это чувство. на чувство ответственности и считаю, что это прекрасная ценность для любой компании. Друзья, сегодня я пешком, поэтому была возможность выйти на станции Почти Революции для того, чтобы показать вам интересные скульптуры, которые москвичи используют для того, чтобы увеличить количество счастья, которое у них есть, для того, чтобы потереть, например, ножку ребенка скульптуры, которая находится сзади меня. Я выбираю моменты пока между поездами, чтобы было слышно и покажу вам все возможные фигурки, которые трутся для того, чтобы день стал лучше. Это петушок, которого все пройдут для того, чтобы... ... скульптуры, чтобы не было. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каждая станция метро, это история, история создания моего любимого города Москвы. Только что я вам показывал видео о своем родном городе, городе Комсомольске, а теперь это мой родной город Москва и это город моих детей. Поэтому по возможности каждый раз, когда я буду посещать какие-то интересные места, я буду делиться с вами, как, например, сегодня это вестибюль, вестибюль станции метро площадь революции. А теперь, есть очень интересный, из площадь, из станции площадь революции есть два выхода. Один выход на театральную площадь, где вы сразу видите Большой театр. Второй выход на улицу Никольскую. И эта улица, она очень красивая, он тише гораздо, он очень красивый, сейчас вы его увидите, я вам его покажу. Он выходит сразу на собор, очень легко добраться до улицы Элинка, Варварка, там гостиный двор, но и сама по себе улица Никольская полностью отреставрирована, новая, фактически очень красивая, на ней расположены очень много различных заведений. Она просто очень красивая, для того, чтобы прогуляться, она ведет напрямую, либо в Гуру, либо на Луганскую площадь. Поэтому, если вы вдруг путешествуете по Москве на метро, воспользуйтесь этим советом, выйдите не на театральную площадь, а выйдите на этот выход в метро, и вы увидите Москву немного по-другому. Вообще, есть Москва, которая видят все, а есть Москва, которую знают и любят москвичи. Поэтому, я вам буду рассказывать в таких интересных местах, которые, на мой взгляд, покажут вам мой теперь любимый город, уже родной город, немного с другой стороны. А вот мы теперь поднялись на станцию площадь революции на другой холл. Я вам сейчас покажу, какой он здесь красивый. Красивый, полезный, личный. Действительно, это гордость за нашу отчизну. Вот. Так вот здесь отлично такая танковая точка вся. Поэтому, взяли здесь. А мы с вами идем на улицу, прямо на улицу Никольская. Все равно мне предстоит переход. Я бы так переходил с Арбатской на библиотеку имени Ленина. А так я пройду несколько метров пешком, до метро охотный ряд, и получу огромное удовольствие, потому что это самое красивое место здесь, в Москве, которое ты можешь себе только увидеть, потому что это прекрасный город, лучший город на земле. На мой взгляд. Будем утепляться. Сейчас возьму шапку и продолжим дальше. Итак, мы с вами вышли на улицу Никольская. Как я говорю, если пойти в ту сторону, то попадете к нему, и вам виднеется, кстати, колокольное мужского монастыря действующего, вы можете зайти вовнутрь и приложить к иконам. Там очень очень благостное настроение. Вы видите башни Кремля, гум блестит, а если пойти в эту сторону, то попадешь на Луганскую площадь, и видите, как красиво там вдалеке. Луганская площадь уже украшена, и там находится самый большой в стране детский мир. Поэтому мы пойдем немного вперед, в сторону Красной площади, для того, чтобы пересесть на станцию метро в охотный ряд. Обожаю гулять вечером, и, на самом деле, весь день был сегодня наполнен желанием вечером прогуляться по Никольской, для того, чтобы получить это удовольствие от единения с городом. Культура, культура города, и его истории. Кстати, здесь есть очень хитрый переход. Если воспользоваться этим переходом, то вы попадаете прямо на театральную площадь, и увидите Большой театр. Это возможность сократить путь. Это всякие туристические штучки. Вот, поэтому иметь возможность соединения с городом, подпитаться его энергией, это очень важно. Когда я только переехал в Москву, когда мне было очень часто и грустно, немного одиноко, я чувствовал состояние одиночества, я так или иначе приезжал, как вы подумаете, куда? На Красную площадь, и у меня здесь было очень хорошо. Я походил по брусчатке, мы сейчас зайдем и пройдемся немного по брусчатке, только представить, сколько видела всего эта улица, сколько видели эти брусчатки, начиная от траков, танковой техники, которые проходят здесь на парадах, кончая, не начиная, даже трудно представить себе, когда-то здесь ходили троллейбусы и стояли, росли деревья, но время меняет все, очень интересно, погуглите фотографии старой Красной площади до революции, вы увидите, насколько Красная площадь изменилась, а мы приближаемся к Буму, невероятно красиво, сейчас я вам покажу. Гум выглядит просто великолепно в этом своем зимнем халлоу-боре, впереди виднеется Кремлевская башня, и звезды, сейчас попробую увеличить, и посмотреть на красивую звезду, вот у него башня, какая красавица, итак, впереди Красная площадь, это Гум, невероятно вкусные пончики, кофейный Крипси Крем, и, собственно говоря, дача улицы Никульска уходит туда, в Кузленской площади. Пончиком сегодня не будем, потому что, возможно, мы это сделаем завтра, когда я буду существовать со своими друзьями. В целом, о чем бы хотел поделиться, день сегодня прошел продуктивно, несмотря на то, что было не очень много встреч, но было очень важно, о, смотрите, какая красота, хочу вам показать этот переход. Правда, красиво? Теперь немного о бизнесе. Сегодня мы обсуждали с директором одной крупной компании, что же такое мотивация, и как надо правильно мотивировать людей, для того, чтобы они работали лучше. Она мне рассказала интересный случай, который произошел в одной региональной сети. Региональная сеть из нескольких магазинов новый HR-директор решил ввести систему мотивации для сотрудников, для того, чтобы выделить лучшего. И вот один из лучших оказалась девушка, которого приехал поздравить молодой генеральный директор, для того, чтобы вручить ей букет цветов, и поздравить ей пожелать ей прекрасных результатов. Что же произошло дальше? На удивление, через какое-то время коллектив настроился против нее, не поддержав, наоборот, став как-то завидовать. В общем, сама по себе идея мотивации через персональные награждения, оно потеряло себе смысл и перестало работать. Вопрос почему? Что же случилось? Либо наша ментальная культура не готова, либо ситуация в компании, в обществе в целом, не готова для индивидуальных поощрений, но подумайте, что работает у вас? Почему это случилось именно? Почему так произошло с девушкой? Если бы это было в вашей компании, что бы было? А сейчас мы проходим мимо очень доброго храма. О! Слышите? Куранты! 19.00. Раз. Два. Три. И так семь раз. Если бы нам зайти не удастся, мы просто немножко насудим на брусчатку, которая здесь. А так, в целом, все обнесено, потому что, видимо, готовится к каким-то мероприятиям. Мы пойдем через ворота на метро под наряд. Как приятно, что слышно записью службы и часть нашей христианской культуры, она присутствует здесь, просто проходя мимо. Конечно, фантастические переживания ты испытываешь, когда идешь по брусчатке, когда идешь по Красной площади. Это часть нашей истории, истории, которая творится каждый день. И чаще старайтесь бывать в своих исторических местах, в своем городе. Сделайте маленькое видео о самом важном столическом месте вашего города. Пришлите его мне, и мы посмотрим. Узнаем о нашей стране больше. Давайте делиться информацией. А пока мы идем в прекрасное место. Это Манежная площадь и Ульситовская. Одно из самых любимых моих мест в Москве. Я вообще очень люблю гулять по Тверской. А когда я жду еще на Дальнем Востоке в Комсомольске, мы прилетали на аэровокзал, который раньше был расположен на станции метро аэропорта «Динамо». Там раньше проходила регистрация рейсов. Это было очень удобно. Но как только в Москве начали развиваться транспорт, трафик и пробки, это потеряло свою возможность, потому что автобусы просто не доезжали до аэропорта, а просто останавливались в пробках. Так вот, когда ты прилетал в Москву, ты садился на автобус с аэропорта Домодедово и приезжал на аэровокзал. И оттуда пешком ты шел вперед до Красной Почени. Это был мой самый любимый маршрут, когда мы гуляли. А теперь мы пойдем не напрямую к охотному ряду, я передумал, а пойдем через Александровский сад. Сзади меня музей исторический. Здесь памятник маршрулу Жукову. Впереди меня отель Four Seasons. И сзади, если вы видите, это улица Тверская. Самая интересная, самая оживленная магистраль моего любимого города. А это Манежная площадь, по которой мы сейчас идем, через которую, собственно говоря, и будет пролегать мой маршрут к библиотеке Мини. Вот такая у меня пересадка на метро. Я стараюсь сделать себе такие маленькие прогулки, потому что они позволяют по-другому немного смотреть на жизнь, радоваться жизни, радоваться тому, что у тебя есть возможность. Не только проезжая над этим всем и понимая, что ты в Москве, или в Хабаровске, или в Камсомольске, почувствовать пульс жизни. Всего лишь 10-15 минут. Она кардинально изменит ваши отношения к тому, что происходит. И, в конце концов, мне очень хотелось чем-то сегодня с вами поделиться. А сейчас мы идем к могиле неизвестного солдата, где по-прежнему горит вечный огонь. Почетный коровый по-прежнему стоит. Важно помнить, каждый день мы были с сыном в Хабаровске на Амуре. Если вы помните, вы видели этот мемориал. А это наша могила неизвестного солдата. Каждый год 9 мая здесь присидим с лагерами. Ну что ж, если лучше я помолчу, а просто вам покажу. Ну что ж, учетный коровый выполняет свое дело. А мы с вами движемся вдоль по Александровскому саду. Сейчас мы подойдем еще к одному знаменательному месту. Это Грот. Сейчас мы с вами проходим по пути от могилы неизвестного солдата к Гроту. И вы видите тумбы гранитные с названием городов-героев, которым было присвоено название город-героев. И мы сейчас пойдем поближе. Кремля. У меня за что? Перч. Новороссийская. Игресская крепость. Смотри, как красиво вписался в архитектуре Кремля. Внезапно прервавшаяся экскурсия по Александровскому саду вызвала была все тем что у меня села батарейка лишь доехав до дома вот телефона так он дал возможность записать окончание и собственно говоря продолжим другого раза завтра пока